Ну, значит, что? Мы сегодня собрались обсудить изучение языков, обсудим несколько про твой лингвистический путь, как вообще пришёл к изучению языков, что тебя увлекает, подумаем, порассуждаем какие-то советы для учащихся, как развиваться в языке после окончания формального обучения, и какие-то вещи из опыта учителя, и вот с этой темой связанные вещи. Итак, первый вопрос, Сашка, который я тебе хочу спросить. Расскажи про свой путь. Всегда ли ты хотел заниматься языками, и что вообще как бы привело тебя к изучению языков? Интересовался ли ты ими в школе? Ну, вообще, многие верят, что... Университет? Да, многие верят, что, типа, если ты хочешь выучить много языков, надо их учить с детства. Я как раз пример того, что не обязательно их учить с детства, можно начать учить по 20 лет и выучить 10 штук. В принципе, с детства у меня был английский в окружении. Мама у меня вообще разговаривала на английском в детстве, то есть сначала английский выучила, потом уже русский. Ну, большие родители вырыли на английском. У меня были алфавиты везде, английский по всему дому, много песен, но я это неосознанно как бы все воспринимал. Вот, и английский был с первого класса в школе, и друг у меня лучше в Америку ездил, то есть английский у меня с первого класса был прям вообще постоянно. Ну, английский мне всегда очень нравился, и сейчас тоже. Тем более, это язык очень, на самом деле, сложный, такой богатый, очень непростой, интересный, такой глубокий, поэтому его можно изучать и изучать. Потом в школе был немецкий класс в восьмом. Ну, многие, наверное, знают, что такое немецкий, как бы в российской школе, то есть он как бы есть, а вроде бы и нет. Но самое интересное, что как бы я такой человек, если я что-то начал, мне хочется в это углубиться, и в немецкий я углубился немножко, поехал в Германию там в десятом классе, и как бы в пассиве у меня сейчас немецкий есть, то есть я понимаю тексты, понимаю песни, но я на нем не разговариваю. Но благодаря тому, что я им занимался немножко, он у меня в пассиве есть, как я это называю. То есть вот понять текст я могу, понять песню могу на слух или просто текст, вот, а говорить на немецком не могу, потому что никогда не пробовал это делать, собственно. У тебя была какая-то специальная школа по английскому? Нет, у меня была самая обычная школа, потом она стала гимназией в девятом классе, девятого класса, да, но это неважно, то есть это обычная школа московская, где у нас был очень хороший уровень английский, прекрасный уровень. В принципе, у нас все ребята английский знают на хорошем уровне. Потом я поступил в ИНИАС, Мариса Тореза, да, МГЛУ, которая сейчас узнает как МГЛУ, а люди советской эпохи узнают как ИНИАС, Мариса Тореза, Московский старо-сингвистический университет. А ты вот это прямо, ты хотел, как бы это была твоя задача, ты думал, что ты знал, что ты туда поступишь, или когда у тебя такое пришло это решение? Тут интересная история, я не знал, я собирался вообще, я на журналисты пошел учиться туда, в этот вуз, но я изначально подавал документы вообще в МГУ, на журфак, и там сначала я сдал экзамен идеально, а другой экзамен вообще, короче, там было сочинение по Достоевскому, я написал его не совсем по канонам, и, короче, мне поставили там двойку из ста, и я понял, что в МГУ я уже не пойду. И потом я был очень рад, что туда не попал, потому что я попал в ИНИАС. Я понял, что это мое. Туда тоже сложно было очень поступить на бюджет, мне это удалось. И потом, через пять лет, на пятом курсе моего универа, я узнал, что этот вуз окончил мой дедушка в 69-м году, бабушка его окончила, и прадедушка тоже его окончил в 39-м году. Вот. Я понял, что по-другому просто не могло быть, как бы. То есть ты только после этого узнал, до этого ты не знал? Я знал, что дедушка, он учился на переводчика, на лингвиста, где-то, скорее всего, в этом вузе, потому что он в советское время, в принципе, был главным вузом страны, который готовил учителей языков или переводчиков. Но на пятом курсе, да, я узнал, что и прадед там учился, и бабушка с дедушкой там учились. Узнал, что ректор универа окончилась с моими дедушкой и бабушкой в одном году, написал ей письмо с просьбой предоставить мне доступ к архивам. Она мне предоставила, я пошел в универе к архивам, нашел их студенческий билет, нашел их какие-то письма. Там прямо все это хранится до сих пор, вот их все документы. Вот, но это отдельная история. Интересно. А, получается, какой это факультет был? Факультет международных отношений, кафедра журналистики. То есть, как бы, Ильяс, он в советское время готовил либо переводчиков, либо учителей, а потом он очень разросся с 90-х годов, и там теперь есть и политологи, и культурологи, и все остальные. И, в принципе, ключевым моментом, когда я начал активно изучать иностранные языки, был момент, когда мне достался армянский язык в университете. Это было на первом курсе, поскольку журналистам в России и в нашем ВУЗе дают языки СНГ. То есть, люди изучают казахский, азербайджанский, армянский, грузинский раньше изучали, украинский, белорусский. Все языки СНГ там у нас изучают только иностранные. А как это происходит? Вот выбор, как ты выбираешь язык? Так, можешь ли ты сам вообще выбрать что-то? И сколько языков нужно? То есть, да, есть как бы возможность по количеству? Вот первый и второй языки не выбирают, их дают, назначают университет. А третий и четвертый языки ты можешь выбрать. И это как факультатив. Можно не выбирать вообще. То есть, я выбрал третьем испанский, это было еще через полгода. А так вот у меня был английский и армянский. Ну, и русский как иностранный, тоже как отдельный дисциплины был. Русский как иностранный. То есть, мы изучали русский язык глубоко и с таким уклоном, как если бы мы его преподавали иностранцам, например. Или если бы мы были иностранцами и изучали русский язык. То есть, мы его как бы изнутри как бы изучали. Наоборот, как будто бы, наизнанку. Очень интересно. То есть, это задача для того, чтобы как бы обучать кого-то потом русскому языку? Ну, в общем, да. И плюс, я понял, что это самый лучший способ русский знать в идеале. То есть, ну, у нас там все ребята были с врожденной грамотностью. У нас у всех были тройки там за все тесты. Потому что там был такой уровень огроменный. Высочайший. Ну, в принципе, журналистов таскали специально, чтобы... Ну, у журналистов должен быть русский язык. Мы сегодня видим, что в каждой второй статье, в каком-то коммерсанте, есть какие-нибудь дурацкие ошибки, абсолютно детские. То есть, уровень очень снизился грамотности журналистов. Вот. Знаешь, такой подход исследователя. Ну, да. Да. Вот. Армянский язык. Во-первых, конечно, мы все были удивлены в нашей группе. Ну, люди там ожидали, что придут в НИАС, будут учить норвежский, финский, польский, португальский, немецкий, там, какой-нибудь еще, французский, например. Нам достался армянский. Все мы были, конечно, удивлены. Но потом я лично, когда немножко, вообще, капельку про него почитал, посмотрел на алфавит, я понял, что это что-то очень такое глубокое, богатая культура, какая-то мне пока неизвестная. Начал его изучать и понял, что... Как бы я начал подходить к языкам лингвистически. То есть я понял, что, в принципе, абсолютно любой язык, он достойен изучения. То есть любой язык имеет ряд своих каких-то правил, свою систему, свою логику, свою историю, свои песни, свои звуки. И армянский один из них. Но это не просто один из языков. Армянский, он стоит в основе у истоков индоевропейских языков. То есть у него есть и санскрита корни, у него есть синицкие корни, которые встречаются в арабском выводе. У него есть персидские корни. То есть это древнейший язык. Если мы посмотрим на дерево языков, то армянский там вообще отдельно. То есть есть, допустим, картвельские языки, куда входят грузинский и еще кавказский. Есть, допустим, романские языки, куда входят румынский, французский, итальянский, испанский. Есть германские языки, куда входят шведский, немецкий, английский. другие. А армянский он вообще отдельно, то есть он как бы с древних времен никак не менялся, и он до сих пор сохранился в том же виде. Вот, и я для себя открыл, что армянский действительно язык максимально богатый, интересный. Продолжение следует... Так, мы снова вместе. Так, ну давай просто продолжим. Ну да. Получается, остановились на моменте, прервовалось на моменте, когда ты начал рассказывать про армянский, когда ты выбрал армянский язык. Да, я говорю о том, что это не просто один из языков, это язык индоевропейский, у истоков он стоит, индоевропейских языков, откуда все языки произошли, да. То есть древнейшие языки в Европе это литовский, который ближе всех к тому древнему языку, это литовский. Он древнее всех в Европе. А армянский супердревний, то есть я говорю, у него есть корни санскрита, персидского, семейских языков, арамейского, в общем. Я понял, что это что-то гениальное, что я очень рад, что меня судьба свела с армянским языком, с армянской культуры, с армянским народом, стал слушать их песни, читать их поэтов, смотреть их какие-то... Не знаю, в Москве есть театры армянские, есть церкви, в общем, это огромная какая-то культура, тем более для России, армяне имеет большое значение. Вот, потом как-то армянский, вот почему я на него заостряю внимание, потому что он довольно... Язык очень сложный, очень богатый. То есть после армянского, по идее, учить другие языки легче, потому что в армянском есть очень сложные звуки, ну, для русского человека, есть довольно сложные какие-то моменты, хотя все они все равно укладываются в логику эндоропейских языков. То есть там тоже есть глагол «связка», есть какие-то вот эти «послелогик», «предлогик», то есть везде это есть. Друг в семейских вообще по-другому, в армянском, тем не менее, он даже с английским в чем-то, может быть, схож по-громандски, в чем-то с немецким, в чем-то с литовским. И после армянского, вот я говорю, я взял еще испанский язык, ну, потому что я рассудил, что как бы испанский, во-первых, он мне всегда нравился, во-вторых, на нем говорит миллиард человек, по сути, то есть половина из них носителя испанского, а другая половина изучает. То есть испанский, по-моему, занимает второе место в мире по количеству людей, которые вы уже как иностранный, то есть те, которые выбирают его изучать. Вот. Потом пошел французский язык после испанского, потому что они дико похожи. Там просто разные произношения, а в принципе все то же самое. Потом был турецкий язык, нет, турецкий был до французского. Да, турецкий был после испанского, потому что я просто влюбился в турецкий язык по песне, потом я ездил в Турцию много раз, что-то мне стало, он дико нравится. Потом поехал в Турцию, это уже четвертый курс университета, поехал учить турецкий в Турцию, потому что я пошел практику в посольстве Армении и понял, что если я хочу быть специалистом хорошим по Ближнему Востоку, то я должен знать обе стороны вопроса. То есть я все знал, как армяне смотрят на мир. Я хотел понять, как турки смотрят на мир, на те же вопросы. — Самый хороший подход — вот тебе дали новый язык, ездить в ту страну, где на этом языке говорят и начинать изучать. — Ну, это лучший подход по-любому, но не совсем, потому что смотря для чего. То есть если нужен язык именно литературный, такой, академический, то его может дать только университет. Как правило, человек не может сам выучить за границей язык именно глубоко. Он может научиться говорить, понимать. Это все, в принципе, это и есть обычно цель изучающих. Но те, кто собирается использовать в науке язык или писать статьи на нем, конечно, нужен какой-то курс универский. Но мало кто себя может заставить учить язык вот в таком уровне. — Просто то, что я слышу, ты рассказываешь, что у тебя как-то сразу получилось и где-то найти, с кем поговорить на этом языке и узнать. Это что-то университетское такое, то, что они как бы дают такую возможность или это у тебя как бы... — Это мое личное, потому что, во-первых, мне очень повезло с преподавателем армянского языка Рызаной Акоповой. Вот. Она прям такая армянка, такая вот любит свою страну, такая любит, обожает свой язык. И что самое интересное — ее метод обучения подошел только мне и еще там двум девочкам. То есть все остальные ее не понимали как бы особо. То есть... Но она... Но им не особо было интересно. Она сразу сказала, что она делает ставку на тех, кому интересно. То есть здесь, получается, ключевые моменты мы наблюдаем. Первый момент — нужно учить того, кому хочется самому. Да? Второй момент — не существуют универсальные методики, но вот она даже до сих пор, хотя я всегда и ставлю в пример, что мне с ней очень повезло, то есть как она давала язык именно, она говорит, что ее заслуга — это процентов 30, не больше. То есть она говорит, что учитель дает не больше 30 процентов в любом случае. Остальные 70 процентов делает только сам ученик. И учитель при этом, он как проводник, он как бы направляет тебя в язык. Он не дает тебе язык, не может он тебе его положить в голову. Он просто тебя направляет, чтобы ты сам освоил язык. Для этого учителя нужен. Или репетитор, неважно. То есть это человек, который не дает тебе язык, не вкладывает в тебя вдруг язык. То есть вчера ты не знал язык, а сегодня знаешь. Он просто тебя направляет вот по этим волнам, как бы, как тебе этот язык правильно осваивать и дает какие-то ресурсы. Ну, а проблемы с практикой армянского языка в Москве нет, естественно. Здесь как бы на каждую улицу учит армянский без проблем. Ну, ты начал рассказывать то, что у тебя турецкий увлек и языки повелись. Да, турецкий, он по звучанию, очень такой сочный язык, там много чёши, такой озорной язык, я бы сказал, такой морской. То есть тут у меня было два интереса, чисто лингвистический и профессиональный. Потому что я говорю, когда я изучил все со стороны Армении, армян, мне захотелось поехать именно в Турцию, а не в Армению, как ни странно, и понять, что там происходит, как там люди живут, как они смотрят на регион, как они видят Армению и так далее. Вот я в Турции прожил два месяца. В Турции местные турки, мне не будут говорить о том, что меня восхитили своим каким-то гостеприимством, своей какой-то простотой. То есть я в восторге вообще от их народа. То есть я жил не где-то в столице, я жил просто в разных деревнях, там на юге, объездил всю западную Турцию, там от Стамбула, Измир, вот эти все города. Вот. И общался с турками, с обычными простыми людьми, которые не знают других языков, как правило. И это была огромная мотивация, то есть чтобы мне купить фрукты или чтобы, я не знаю, в банк зайти, я был обязан на турецком с ними говорить. Ну, то есть тут было без вариантов, и это другой такой экстремальный способ изучения языка, когда ты как бы как на необитаемый остров попадаешь, в какую-нибудь деревню иностранную, это может быть ирландская деревня, это может быть турецкая деревня, неважно. И там ты просто обязан как-нибудь им объяснить на ломаном своем языке, что ты хочешь. Слушай, такой вопрос, что нужно первым учить, когда вот едешь в другую страну, как путешественник и как, в том числе, как тот, кто надолго приезжает. Что сперва учить? Ну, в принципе... Я бы сказал, вот это, продукты. Типа, ну, продукты купить, чтобы можно было, не знаю. Ну, хотя как путешественник я бы научил, не знаю, пару слов, какие-нибудь там, привет, как дела, что-то такое. Ну, какие-то базы. Ну, так и есть. То есть нужно выучить слова разговорные, то есть там, извините, спасибо, как пройти к морю, как пройти к банку. Но это есть разговорники, да, продаются по любому, по греческому языку, по польскому, но разговорники, они тебе язык не дают вообще. То есть ты как бы должен запоминать. Но проблема в том, что ты запоминаешь, не понимаешь, что. И так запомнить труднее. Гораздо проще начать язык изучать самому, вот с нуля. И тогда ты уже будешь понимать, почему там так устроено, почему вопрос, как пройти к морю, звучит именно так, а не иначе. Тогда ты намного быстрее выучишь другие вопросы. Тогда тебе не нужно будет заучивать 20 фраз. Ты сможешь заучить две фразы и просто подставлять слова. Там, как пройти туда-то, 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 зачем пройти, кому пройти. То есть я тут выступаю за то, что нужно изучать систему языка хоть немножко. И в турецком в этом плане так и было, потому что я там записался на курсы от университета Анкары. Они были всего два раза в неделю. И там я как раз, там был учитель турок, он знал греческий язык, русский язык немножко знал. Да, в Турции очень много людей русский язык хотят учить. У них это неплохо получается, кстати. Тоже важный момент, что именно турку русский язык учить легко, потому что языки, звуки, логика чуть-чуть похожа. А, допустим, испанцу русский язык учить сложнее, например. Тоже очень важно. Вот. И в Турции я учил пару раз в неделю именно систему языка, а остальное время в магазинах, на рынках, на море практиковался. То есть надо как-то это совмещать, стараться. Слушай, у меня нужно было вообще первым это вопросом спросить. На сколько ты языков вообще знаешь? Ну, именно знать. Ну, я бы сказал, я говорю на, получается, восьми, но именно знать. Но, допустим, я работаю ежедневно с пятью языками, то есть прям каждый день. Окей. А сюда? Можешь перечислить просто, чтобы это у нас было для... Ну, мы уже назвали английский, немецкий, немецкий, немецкий в пассиве, да? Вот он не входит в эти пять, с которыми работают. Английский, немецкий, армянский, испанский, французский, турецкий, иврит. И сейчас изучаю арабский. Вроде бы восемь получилось. А, ну, русский родной, да. Понял. И дальше, получается, к твоему пути, вот ты был на практике в Турции, в турецком посольстве? Нет, я был в армянском посольстве на практике, и уехал в Турцию. Извини. Но ты, кстати, был близок к истине, потому что, когда меня пригласили на практику в МИД, меня отправили в отдел Азербайджана с армянским языком. Такой, как бы, прикол. То есть, как бы, вообще, ну, все наоборот. Поэтому ты почти угадал. Не, знаешь, мне было трудно запомнить просто вообще, как бы, само название языков, которых ты знаешь. Ну да, тут еще посольство какое-то, да. Я понял. Нет, ты еще их и знаешь, как бы. И, блин. Вот, ну и что после Турции было, то есть. А дальше, ну, я знаю то, что мы вообще с тобой встретились в Израиле. Да. Но это было только через 4 года после этих событий, после Турции. То есть, потом я, да, это был 14-й год, я вернулся в Москву, дописывал диплом, пятый курс был универа, дописал диплом. Потом опять уехал в Турцию жить. Ну, потому что, как бы, я понял, что после диплома все дороги открыты, собственно. Ну, то есть, я месяц поработал в Тартас и понял, что там можно просто свихнуться. Ну, то есть, их, как бы, не для меня. И уехал опять в Турцию. Увидел Стамбул впервые в жизни, я влюбился, это теперь мой любимый город, Стамбул. Вот, стараюсь там бывать. То есть, если я лечу транзитом куда-то, неважно, я стараюсь через Стамбул лететь, потому что, как бы, того стоит. Вот, и, да, потом, а, еще французский язык, вот тогда же, в 15-м году, французский я и раньше начал изучать, но тогда я работал в организации, которая называется «Холокост» в Москве, она занимается, собственно, вопросами истории, историографии Холокоста, ставит памятники на территории Советского Союза бывшего, проводит конференции ежегодные, вот как раз в январе 27-го года. Международный день Холокост. Вот, они проводят каждый год конференцию научную, где ребята, молодые, пишут какие-то научные работы про Холокост. Вот, и от них меня отправили в ЮНЕСКО, в Париж, типа, там, какое-то выступление на тему как раз евреев, армян, там, геноцида и Холокост. Отражение искусства в искусстве, да, армянских и советских поэтов, Холокост и геноцида. Вот. Я помню, что я, как бы, у меня есть такой принцип, если я куда-то еду, в любую страну абсолютно, я обязан знать хотя бы базисный набор слов. То есть, если я ехал в Сербию, я обязан по-сербски знать, как сказать спасибо, извините, до свидания, как пройти, что делать, как дела и ответить. Вот. То есть, я никогда не понимал людей, которые с горным видом сидят, заявляют, типа, пусть они наш язык учат. Типа, ну, я, как бы, этого не понимаю. Никто не должен учить твой язык, абсолютно никто не должен. Вот. Вот. И стал еще более активно заниматься французским языком, и меня восхитила его близость, не просто близость с испанским, а это полная просто аналогичность, абсолютно полная. То есть, у меня был словарь на испанском, словарь на французском. Грамматика одинаковая, все вообще одинаково, просто слова звучат по-разному. Вот. Сколько ты словарей с собой возил? Словарей? Нет, словарь я мелоду составлял сам, то есть, допустим, я выписал 100 слов на испанском, и выписывал их эквивалентно на французском, потому что они очень похожи. То есть, там, на испанском порке, почему, а на французском пухкуа. То есть, пишется почти одинаково, а произносится по-разному. Я выписывал вот эти вот аналоги, чтобы как бы, то есть, не нужно было учить новые слова, это очень необычная была ситуация. То есть, ты учишь вроде бы новый язык, но в нем нет новых слов, в нем просто они произносятся по-другому. Вот. Да, потому что я вот одно из, слушал твои видео, и вот слышу, как ты рассказываешь про взаимосвязь между языками, и что как бы какие-то схожие моменты, и какая-то логика между ними прослеживается. И оно у тебя от этого, от того, что ты, получается, сам изучил много языков, и ты сам, то есть, ищешь какие-то, или это как-то автоматически появляется? Нет, это не автоматически далеко, потому что даже до сих пор, вот, допустим, взять иврит, то есть, там, когда ты, особенно, в Израиле живешь, ты как бы говоришь на иврите, а потом раз, и ты вдруг понимаешь, что в этих двух словах один тот же корень. То есть, ты об этом вообще не думал. Ну, там, вот, для примера, там, допустим, шпион на иврите Марагель, да, от слова «регель» — нога, или там «рагиль» — это обычный тоже от слова «нога», и можно построить цепочку из 20 слов с корнем «регель», например. То есть, ты об этом вообще не думаешь, но оно так обстоит. То же самое в том же армянском, вот, чем он меня до сих пор восхищает, что там в корне слов, как бы, содержится их духовная сущность. То есть, когда мы говорим на русском «табуретка», как бы, там не пахнет духовной сущностью, там просто на табуретках так назвали, да, там это тюркское слово, допустим. А в армянском, например, там «творить» будет с «техца горцел», то есть слово «тех» — это «место», «горцел» — это «создавать», точнее, как бы, «действовать», потом там предлог «эс» и глагол, там, окончание «эл». Получается, то есть, что-то, как бы, приводить к месту, создавать на месте, значит, творить. И в армянском каждое второе слово, в нем есть какой-то скрытый, чрезвычайный смысл, который, как бы, раскрывает не только смысл слова, перевод, а именно его, как бы, роль в мире, этого явления. В иврите то же самое, но и в арабском это, как бы, будем писать, что это одно и то же, да? То есть, в слове заключена его духовная сущность. В английском это намного труднее проследить, но там тоже есть, допустим, вот мы знаем слова типа там «line», «ling», «language», вот все, которые начинаются с «l», да? Вот этот корень «li» — это «связь», то есть «lingua» на латинском — это «язык», «ling» — это «ссылка», «line» — это «линия» и так далее. То есть, вот этот корень «li» переводится как «связь», например, а в русском это передает слово «яз», «язык» от слова «связь», да? То есть, как бы ты об этом не думал, но оно так обстоит, и ты, как бы, языки еще больше потом любишь, потому что понимаешь, что это не просто перевод языка на язык, а это целый, как бы, мир какой-то, философская какая-то система, которая помогает понять мир. Плюс ты понимаешь, что разные народы мыслят по-разному, потому что, ну, там, например, на иврите обратить внимание будет там «la simlev» — «положить сердце», да? То есть, как бы, для израильтянина обратить внимание, значит, к сердцем к чему-то отнестись. У армян, например, да, слово «любовь» — «sirel», от слова «sirt» — «сердце» у армян. Слово «любовь» связано с словом «сердце». У русских слов «любовь» связано со словом «бог», там, скорее всего, в корне «бо» есть. Это абсолютно разный подход. Ты знаешь, я вот подумал то, что, не знаю, мне как-то показалось то, что у разных языков это как-то на разные уровни доступности, да? Где-то в каких-то языках это чуть более скрыто, вот эта вот, как бы, логика такая внутренняя взаимосвязи, а в каких-то языках более это открыто. Вот у меня, допустим, я знаю три языка — это русский, английский иврит, и когда я вот иврит учил, то в иврите, мне кажется, это очень прямо открыто находится на поверхности, вот эта логика, из-за того, что там всё как бы от корней, да, исходит. И, как бы, вот мне часто я прямо в повседневности из, как бы, самих слов очень часто вообще, как бы, понимаю смысл и, как бы, строятся какие-то взаимосвязи. Интересно то, что у меня от этого пошло, то, что вот, как бы, от иврита я начал как-то задумываться какие-то взаимосвязи, про взаимосвязи между слов, между словами. То я когда уже начал и в других языках это замечать, да, ну, как бы, хотя вот, как ты сказал, да, то есть мне показалось то, что там вот в русском и английском твои примеры, то, что тут уже какое-то более должно быть широкое культурное знание, да, то есть то, что английский — это как бы как от латинского, и тоже в русском, может, какую-то часть фольклора, да, там, фольклора и чуть, как бы, там, в прошлой истории. Ну, да. В иврите это прямо как-то, мне кажется, больше на поверхности. Ну, так и есть, да, только здесь твое личное качество, то есть, во-первых, ты изучал иврит как иностранный язык, у тебя уже есть преимущество. То есть тот, кто, у кого иврит родной, 90% они не в курсе, какие там вообще связи, скорее всего. То есть тут тебе как бы повезло, что ты учил иврит как иностранец, ну, и твое личное желание знать. То есть это тоже легко не все делают. В иврите вот я составляю сейчас, у меня там штука же, 100, наверное, слов, прям такие цепочки из них выкладываю, слов, которые, ну, где корень, как бы, из корня ты можешь слепить кучу слов. То есть иврит, он в этом смысле гениальный, конечно. Причем там смысл тоже, вот, не знаю, названия животных даже на иврите несут свой духовный смысл. То есть там, ну, там, у осла, например, слово упрямство заключено в корне слова осел, например. Ну, то есть такие вот удивительные вещи. Вот. А в английском и других языках Европы там все-таки они не очень древние, да, точнее, совсем не древние относительно иврита или армянского. И там, соответственно, либо это очень глубоко засели эти смыслы, либо их там особо и нет настолько духовных смыслов, я имею в виду. Не зря говорят, что древние языки, они, как бы, мощнее. То есть санскрит, армянский, иврит, арабский, в принципе, фарси, да, персидский. Древних языков вообще очень мало осталось. Китайский тоже очень древний, да. А языки, которые претерпели множество изменений, типа английского, который еще 500 лет назад абсолютно по-другому звучал и выглядел, был ближе, там, наверное, к датскому, к немецкому какому-то языку, там, конечно, не до этих смыслов. То есть там можно искать именно чисто лингвистические, как вот кубики, такие вот смыслы. Я говорю, там, корень ли, там, или мэйк, вот это мэн, да, это что такое. Там и слово материя, например, да, мэйк, мэтр. Например, мэтр, это как случай, да, а на санскрите матор, это мать. И материя тоже, то есть слова материя и мать, они, это одно и то же. Вот. На немецком мутер, да, на армянском маер и так далее. Или там на армянском, допустим, женщина будет кин, а на английском королева это квин, это то же самое слово. Кин, квин. То есть армянская женщина кин, в английском это квин, королева. Вот такие прикольные моменты есть. Да, помню, ты же рассказывал то, что, допустим, про хатуль, да, про кота. Хатуль, да. То, что он от иврита и пошел по разным языкам. Ну да. Ну, я, кстати, недавно мы разговаривали с тобой, то, что есть в русском такое слово связи. И оно обычно имеет такой отрицательный окрас. Да, я помню этот пример, да. Когда человек со связями. А я когда на английском подумал, что такое, как бы, связи, то на английском связь это connection. И мне наоборот показалось то, что... Как жалко, что это такой окрас имеет в языке, потому что это наоборот как бы connection, быть как бы в соединении, в connection с другим человеком, мне кажется, это как бы самое природное. И как бы это самое здоровое, когда у нас есть взаимоотношения как бы с друг с другом. Ну да, я тут немножко это уже... Немножко как бы уже забежал, знаешь, в эту область, как язык влияет на наше мышление. И как вот то, что изучение нового языка, оно нам открывает какую-то другую вообще взгляд на некоторые вещи. И события, и на жизнь вообще. Вот. Так, ладно. Кстати, вот насколько меняется смысл, если что-то переводишь? Ну, смысл меняется очень сильно. Даже можно взять пример Библии, которую перевели не очень удачно, мне кажется, вообще. И поэтому все, что там говорил Иисус или кто-то еще, все просто растерялось вообще конкретно. Потому что, во-первых, переводчик вкладывает... Ну, хороший переводчик, он ничего не вкладывает, он просто как машина переводит, да? Но все равно разные переводчики, у них есть свое понимание, как это перевести, и что имеет в виду автор. А если автор написал что-то такое, что можно по-разному понять, да? Переводчик, не знаю, это огромное имеет значение, кто переводчик, как он переводит. Вот опять же, у армян в 5 октября, по-моему, празднуется День Святого Переводчика. Есть такой праздник, у армян День Святого Переводчика. То есть для них переводчик это святой, потому что переводчик перевел Библию, хотя бы уже поэтому. Вот самый известный пример со словом, с переводом Нового Завета, когда там сказано, что Мария была якобы девственница, но в органальном тексте на иврите написано «Альма» про Марию. «Альма» — это молодая девушка, это не значит, что она девственница, потому что для девственницы есть слово «бетулла» на иврите. То есть переводчик мог перевести, что это юная девушка, а он переводил, что она девственница. Весь мир после этого сошел с ума. То есть как бы, ну это самый яркий пример, наверное. Как бы да, есть примеры там, когда на каких-то встречах высокого уровня переводчики с президентами тоже по-своему переводят, это как-то меняет вообще ход дела. Поэтому да, хороший переводчик, он тут важно, я думаю, так сказать, как и студентам советую, что как бы не нужно переводить языка на язык, ты должен переводить мысль, а не текст. То есть вот ты прочел предложение, не нужно как Google переводить как робот слова. Нужно эту мысль понять для себя, что сказано в тексте, и потом ее выдать на другом языке. Во-первых, ты сможешь избежать проблем, когда, допустим, в английском ты часто должен с конца переводить, да? Там другая логика, там все наоборот. Ты должен в русском начинать с конца говорить то, что в английском написано, иногда такое бывает. Или в другом языке. В немецком вообще глагол в конце часто, то есть ты переводишь, переводишь, а в конце там какой-то сюрприз. Чтобы этого не было, ты должен фразу прочитать, просто ее для себя внутри понять на своем языке, да? И потом выдать на другом языке, и она будет звучать уже, наверное, абсолютно иначе. Это даже будет не перевод, а интерпретация. Но это и есть правильный перевод, хороший на самом деле. Тогда ты избегаешь вот этих вот каких-то штампов, когда, знаешь, переводчик переводит, но это как калька выглядит, когда вот фильмы переводят иногда американский на русский, то есть там, например, неправда ли, знаешь, часто говорят в фильмах, но так никто не говорит. В английском часто так говорят неправда ли, а в русском так никто не говорит. Но в фильмах это звучит постоянно. То есть переводчик почему-то переводит дословно, хотя он должен переводить именно, как бы съесть эту фразу, а потом выдать. Ну да. Ну тут есть еще какие-то, знаешь, культурные там, может быть, аспекты. Да, да. То есть у каждого как бы по-разному можно в культуре как бы это передать. У кого-то там культурные какие-то истории такие, у кого-то одни сказки, у кого-то другие. Да, 100%, да. Допустим, там, ну кто-то, да, примеры так из сказок рассказывает часто, ну или из чего-то такого культурного. Да. Вот, и потом, вот знаешь, мне интересно тоже, как бы, про совершенствование родного языка. Как ты думаешь, это важно? Ну, мы, получается, школу заканчиваем, а в принципе, как бы, ну все, дальше как бы, дальше мы идем по жизни. Мне кажется, ну, дальше уже как бы мало даже задумываешься над этим. Это очень хороший вопрос, я думаю, он основной на самом деле. Сколько вот я наблюдал людей, если человек не владеет родным языком нормально, он никогда не сможет выучить нормальный иностранный язык. Если человек ошибается в родном языке, он будет ошибаться и в иностранном языке. Абсолютно прямая взаимосвязь. Некоторые думают, какая разница, это русский язык, я на нем общаюсь, там где-нибудь в магазине, и ладно, я сейчас выучу французский, там буду как это, разговаривать. На самом деле, абсолютно прямая взаимосвязь. Какие у тебя отношения со своим родным языком, такие с иностранным. Это вот работает на миллион процентов вообще. Вот, поэтому, да, если человек, как бы, пишет неграмотно на русском, ученик, я уже понимаю, откуда у него проблемы в английском, из-за русского. Ну, как бы... Подожди, это такой вопрос, если ты сказал про грамотность. Вот грамматику, насколько это важно, по-твоему, для человека, который хочет иностранный язык учить? Ну, как бы, она важна, другое дело, что не нужно на нее делать акцент. То есть, если у человека цель заговорить на языке, не нужно открывать никакие таблицы в учебнике, вообще их надо все выкинуть. Нужно стараться слушать язык, повторять язык и воспроизводить язык, то есть говорить в ответ. И когда я работал в израильской школе, в Берлице, там как раз метод использовался Берлице. Метод, когда никаких таблиц, никаких формул, просто человек, допустим, 10 раз, 15, 20, 40 раз повторяет эту фразу, как пройти в магазин. И иностранец запоминает, что в русском языке мы говорим не как ходить в магазин, а мы говорим, как пройти в магазин. Он это запомнит по-любому. А уже потом, когда язык у него уже будет на каком-то базовом уровне, он сможет открыть книжечку и почитать, что пройти – это такая форма, а ходить – это начальная форма. То есть не нужно начинать с грамматикой, потому что это людей отпугивает. Многие люди после грамматики не хотят ничего учить, потому что грамматика – это реально непросто. Это как другая система математики, я бы сказал. То есть мы привыкли, что мы считаем от одного до 10, а тут у нас вдруг иврит или армянка, где считают от одного до 12, там, знаешь, ну, то есть там, например. Поэтому нужно начинать не с грамматики. Она идет как бы параллельно. Но не нужно делать акцент на грамматику, чтобы не напугаться. Очень здорово слышать от учителей. Такой открытый подход. Ну да. А вот акцент. Как ты думаешь, акцент – это важно? Потому что, ну, я по-своему примеру могу сказать. Я не знаю, как, наверное, разные люди как бы по-разному чувствуют и ощущают. У меня иногда вот есть такой дискомфорт какой-то из-за моего акцента. Хотя я как бы теоретически понимаю, что, возможно, это как бы не так важно. Самое важное, что как бы то, что я хочу сказать и то, что я говорю. Но все равно вот твое мнение интересно. Я считаю, что произношение очень важно, но нужно просто как бы себя не переоценивать и понимать, что если ты русский или испанец, то ты можешь до какой-то степени говорить идеально, похожий на носителя. Но до какой-то степени. То есть, например, в английском почему-то в школе этому не уделяют вообще ни одного часа за 10 лет. Допустим, они рассказывают, что в английском разная длина гласных. Вот в русском все гласные одинаково длины. В английском они разной длины. Они говорят там «Today», «I walked into school». У них вообще разные, вот как они как будто поют. Тут ближе уральский русский язык. Вот на Урале люди в Екатеринбурге, они немножко так вот у них растягиваются гласные. «Туда я пошел?», как бы с таким акцентом говорят. Вот уральцы у них ближе к английскому, на самом деле, ритм. То есть, можно даже, если у тебя произношение не идеальное, ты можешь хотя бы стараться отойти от своего родного языка и звучать как носитель. Это уже поможет. И дело там не в том, как ты произносишь какие-то звуки, а скорее дело как раз в твоем ритме, как ты говоришь. Твоей как бы манере говорить. То есть, у еврейского, у армянского, у английского, у немецкого абсолютно свой ритм, который с русским абсолютно далек, максимально далек. И бывает, что человек, допустим, свободно говорит на английском, вот реально свободно, да? Но ты сразу видишь, что это русский человек, потому что он произносит идеально, как носитель, как бы, да? Но ты слышишь, что у него короткие гласные вот эти. И он не глотает гласные. То есть, он, ну, его можно раскусить именно таким образом. И когда ты начинаешь обращать внимание на такие вещи, именно длина гласных, там, твердость согласных, там, и так далее, тогда ты можешь при любом раскладе, какие бы у тебя ни были способности, приблизиться к носителю. Потому что я считаю, что произношение — это все-таки талант в какой-то мере. То есть, известно, что люди, у которых хорошие музыкальные способности, как правило, они могут говорить максимально без акцента на основном языке. Люди, которые с музыкой не очень дружат, вряд ли у них получится. Но это им не мешает изучить язык как следует. Им это не мешает растягивать гласные в том же английском и звучать максимально как носитель. То есть, как бы, избежать любых вот этих подводных камней. Знаешь, у меня в школе было так. Мы где-то во втором классе учили транскрипцию, а потом как-то, то есть, мы выучили это во втором классе, и потом до 11 класса это уже никак. Ну да. Мы не проходили, как бы, поэтому. И поэтому я все время слова переписывал себе. Я их переписывал как, ну, просто записывал слова и перевод сразу на русский. А потом как-то ко мне пришло, я вспомнил то, что вот как мы учили транскрипцию, и те слова, в которых у меня в словах были как бы трудности, которые я не совсем знал, как произнести, то я уже как бы вспомнил вот это то, что мы учили это на самом деле, как бы вот эту методику, и начал присматриваться к словам, которые у меня плохо получаются. Еще я услышал такое, то, что, допустим, ну, можно попробовать слово медленно произнести. Если ты можешь слово медленно произнести, то, что это очень тяжело на самом деле, слово медленно и правильно произнести, то тогда ты уже можешь хорошо как бы говорить. И такое, ну, допустим, я еще какие-то проблематичные слова, я там нажимаю в гугле, я прямо слушаю, как она произносит этот компьютер, и стараюсь повторить за этим. Ну, в общем, не стоит, да, стесняться? Ну, конечно, нет, нет, во-первых, тут важную тему затронула, как бы основная, значит, единственная проблема, почему человек не доучил язык и не говорит на нем, потому что он просто боится. Других причин нет. Не потому что человек глупый или потому что человек не может, другие же как-то смогли выучить. Проблема только в том, что люди боятся, и все. Боятся, что у них произношение не то, боятся, что они неправильно скажут. То есть вот я даже сейчас, ну, не сейчас, да, летом, как эксперимент ставил, то есть студенту спрашивал напрямую, в чем ваша проблема? Почему вы учили язык 10 лет и бросили? Почему вы начали и бросили? Потому что боялись ошибиться, стеснялись. И тут встает вопрос, наверное, вот этой дикой советской машины, когда всем в школе загнали в голову, что вы почему-то должны говорить идеально, как будто готовили шпионов в школе. То есть с чего люди взяли, что они должны с первого урока говорить идеально? Такого нет правил. Иностранцы тоже, когда пишут комментарии в Ютьюбе, они тоже ошибаются и пишут неправильно. То есть как бы, ну, люди почему-то, мне кажется, проблемы на русских людей. То есть почему-то решили, что они должны знать язык с первого дня идеально, иначе не надо его учить. Все должно быть правильно. На самом деле нет. Ну, как бы, нужно допускать какие-то погрешности, и главное — это говорить на языке. Тебя все равно поймут. А в этом весь смысл, чтобы тебя понимали, и ты мог изъяснить. Окей. То есть ты хочешь сказать, ну, вот я говорю, и мне неприятно слышаться это, как я говорю? Ну, тогда нужно работать над этим. Я имею в виду, что это не повод. Многие после этого бросают просто язык. Вот в чем проблема. То есть для произношения нужно слушать побольше аудио. Песен, фильмов, кино. Слушать по 50 раз, если надо, по 10 раз. И у человека есть как бы чуть-чуть такие попугайские способности, как у ребенка. То есть человек, если будет много раз что-то слышать, он в итоге повторит. Нужно просто больше слушать. А у тебя какие сложности вообще были в твоем процессе обучения? У меня единственная сложность была — это нетерпеливость. То есть я не проверял то, что я писал, например, или то, что... Ну, как бы такой какой-то пофигизм, который мне помогал в то же время. Поскольку я ничего не зацикливался, наверное, мне это помогало. И там тот же турецкий выучит за два месяца. Но если бы ты стеснялся, я думал, не пойду на рынок, а то я что-то не так по-турецки скажу. Тогда бы ты его никак не изучил. То есть именно языковых трудностей, честно говоря, с тех пор, как я понял с армянским, что любой язык — это определенная система правил, нет языка, который был бы рандомный. Любой язык подчиняется какой-то системе. Да, в английском нет нормальных правил чтения. В английском их просто нет правил чтения. А, например, китайские, японские, азиатские языки, которые иероглифы? Нет, их я вообще не затрагивал. Я, конечно, хочу, но вот, наверное, если взять карту мира, то... Ну, русский — понятно, это Восточная Европа вся, да, там до Польши. Испанский — это вообще Латинская Америка, Северная Америка, Испания, Португалия. Там Турецкий — это вся Турция, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Киргизия. Беста, Таджикистан и Киргизия. Там Татарстан — это все турецкий язык. Еврит и Арабский — это Ближний Восток, само собой, там Пол-Африки, да. Французский — тоже везде, там. А вот как бы ту часть, которая за Монголией, там туда в ту сторону, я не знаю ничего про Восточный язык. Я немножко начал, немножко приступал, и у меня только, знаешь, только как приступил, у меня возникло какое-то вообще такое внутри странное ощущение, какой-то, ну, я не знаю, какой-то взгляд такой, как будто бы что-то провернулось так в мозгу. Ну, вот это очень, говорят, что любое изучение любого языка, оно очень полезно для человека, в принципе. То есть это такой челлендж, такой вызов ты себе делаешь, как бы, и это тренировка для мозга замечательная, любой язык. Особенно непохожий язык, кстати. То есть если учить русский и фербский, это как бы легкий путь. А вот если взять какой-нибудь язык, где вообще все космическое для тебя, это намного круче. Ну, кстати, знаешь, вот я тоже слышал, мне это говорили, то, что вот когда ты изучаешь много языков, то это тебе открывает, что вообще совершенно делает тебя другим человеком. Но я сразу не мог как бы на это посмотреть. Я только через какое-то вот прошествие времени, только сейчас я начинаю как-то вот осознавать и смотреть то, что, да, действительно, как бы как-то прямо вот серьезно повлияло. Дальше, что я хочу спросить, вот, получается, ты закончил сейчас учиться в университете? Ну, уже шесть лет когда, то есть, да. Шесть лет. Ну, просто ты вроде бы на магистратуру хотел поступать там. Не, я хотел поступать на докторскую, но не получил, ну, в смысле, не стал поступать. То есть я закончил в университет в 15-м году, короче. Ну, короче, ты закончил, как бы, такой формальный этап обучения. Ну, да. И мне что интересно, то, что вообще, что происходит, когда мы заканчиваем формальное обучение, этап формального обучения? Обычно, ну, заканчивается это в школе, если, как бы, у ребят, у местных жителей, можно сказать, да, этап изучения языков. Потом дальше, ну, если ты переезжаешь там в другую страну, тоже есть, ты какие-то курсы делаешь. Ну, в общем, получается, после того, как ты заканчиваешь школу, курсы, какой-то такой формальный этап обучения, как вообще двигаться дальше, как бы, после этого? Потому что я помню, вот, когда я в школе, как бы, вся, как бы, ты уже в потоке в этом находишься, всё, как бы, благоприятствует, тебе рассказывают, тебе показывают, как-то направляют, подсказывают. А дальше, вот, ну, всё, как бы, пропадает какая-то структура, не знаешь, просто какие-то начинаются жизненные заботы. Ну, вот, хороший вопрос. Тут у меня такой проблем не было, потому что я этими языками жил всё это время, и для меня ничего не поменялось, когда закончил школу или университет. То есть я ежедневно слушал песни на этих языках, смотрел кино. У меня вот сейчас на кухне стоит, там, книжка «Маленький принц» на девяти языках, вот этих всех. То есть, как бы, я в этом постоянно крутился, и до сих пор, то есть, всё то же самое, что и как в универе. То есть я постоянно, каждый день с этим языком. А если человек учил язык именно, как бы, для экзаменов в универе, сдал экзамен, и этот язык ему уже особо не нужен, тогда, конечно, возникает проблема, что ему делать дальше. Но тогда проблем особо нет, потому что, если ему язык не нужен, на самом деле, то, как бы, и проблемы нет, получается. Ну, то есть, если ты хочешь развиваться с языком, то ты должен, вне зависимости от университета, себя в нём найти, как бы, в этом языке. То есть там есть люди, которые влюбляются в испанскую культуру, во французскую культуру, в арабскую культуру, да, неважно, сколько. И эти люди, они независимо от уроков, от занятий, они прям, вот, песни у них, кино, какие-то поделки, какие-то вышивания, какие-то, там, кувшины арабские, там. Но видно, что человек прямо в этой культуре, там, культура Индии такая очень мощная. Вот, а если человек занимался языком чисто как, вот, академически для экзаменов, тогда, конечно, как бы... Ну, с экзаменами, знаешь, с экзаменами ничего не поделаешь. Даже если ты любишь язык, экзамены иногда могут насолить немножко. Ну, да. То есть нужно такое, чтобы, если есть живой интерес, да, к языку... Да, нужно этим языком реально жить, как бы, сделать его частью стиля жизни своего. А если для тебя язык не стиль жизни, тогда он тебе и не нужен, получается, особо. Ну, настолько не нужен. То есть английский, как бы, он всем нужен, все говорят, чтобы, типа, общаться. Но это недостаточная мотивация. Если тебе лично английский такой кайф не вызывает, а просто тебе нужно на нем общаться в дьюти-фри где-то раз в год, то это не то, как бы. У тебя должна быть какая-то мотивация, должна быть более глубокая. Ну, вот я могу, например, про английский пример привести. То, что мне английский сейчас стал нужен, и как-то свое развитие в иврите я чувствую то, что я подзабросил. Потому что я мало читаю на иврите. Конечно, как бы я постоянно как бы что-то интересуюсь. Если я не знакомое слово, я там сразу записываюсь и перевожу. Но все равно я много читаю сейчас на английском. В основном и в интернете переписываюсь на английском. И как бы вот основная информация, она как бы на английском поступает. И такая интересная ситуация. Я в Израиле, получается. Но как бы сейчас у меня есть потребность такая в английском. И мне это нравится, этот язык. И, ну, как бы, ну иврит тоже как бы нормальный. Мне тоже нравится. Но я не знаю, я могу ли как бы одновременно уделять внимание, себя поднимать во всех языках. Ну, конечно, можно. Во-первых, нет такого ограничения, сколько языков учить одновременно, на самом деле. То есть они... Как только ты доводишь язык до хорошего уровня, они перестают путаться. Языки путаются, когда они на каком-то начальном уровне. Тогда они могут путаться. А когда они доведены хотя бы до среднего, они перестают путаться. Потому что они абсолютно разные по вибрациям, по музыке. Вот. Тем более, в твоем случае ты... Иврит тебе нужен для бытовой жизни в стране, а английский для профессиональной. То есть у тебя два разных направления, которые абсолютно разные. Вот. И, ну, никого здесь нет конфликта, наверное. Такой вопрос. А нужна ли какая-то стратегия вообще? Потому что, мне кажется, есть вот сила в том, то, что в структурированной, знаешь, каком-то образовании, когда это как целая такая система идет, что-то систематическое, а не что-то как бы... Смотря кому как. Вот есть студенты, которые любят систему, есть, которые не любят систему. Надо просто подходить к гибким подходам каждому. То есть люди советской закалки, им нужна система. Вот именно им надо вот А, Б, С, Д. Люди нашего поколения и младше, они не любят систему. Им нужно, чтобы все было спонтанно, весело, в удовольствие. Да, удовольствие считается главным секретом изучения языков. То есть если тебе с удовольствием его учить, тогда он выучит. Если тебе это не в удовольствии, он не выучит. Очень простое правило. Мне-то еще кажется то, что важно, наверное, на языке разговаривать, да, услышал, а потом как бы и применить это. Да, да. Вот еще есть... Как найти собеседника, скажи? Собеседник сейчас все добавлю к той теме, что на английском есть хорошее выражение, как бы you shouldn't learn a language, you should acquire a language. Есть такое слово на английском acquire. Не нужно учить язык, его нужно acquire, его нужно как бы присвоить, да, вот, acquire. То есть это очень важный момент. Язык не надо как бы учить, это как бы не стихи. То есть его надо вот, язык надо как бы кушать так потихонечку. А где найти собеседника, смотря какой язык? Я говорю, с армянами в Москве вообще не надо никого искать. С арабами в Израиле тоже нет проблем, да, там быстро можно арабский. Палестинский диалет. Собеседники сейчас есть всякие сайты, я не очень сторонник этих, я особо не пользовался. Как бы у меня все друзья, они из-за моих путешествий. То есть турки, англичане, американцы, это просто мои знакомые, с которыми мы периодически общаемся. Плюс каждый день я смотрю новости на всех этих языках в YouTube, то есть я подписан там, Хаберлер, это турецкие новости, Аль-Джазир, арабские новости. Арачин-ТВ, это армянские новости, то есть все подряд. Там по минуте по две буквально. Вот, потом песни постоянные, это мои собеседники. Мои собеседники это песни, самые главные собеседники. То есть я их уже знаю наизусть, эти песни, но я и новые, конечно, нахожу. Ну и ты, получается, каждый день слушаешь этот язык, а для мозга это очень важно, слушать какую-то песню, которую ты хорошо знаешь. То есть студентам даже, которые учат язык месяц всего, я всегда даю какую-нибудь песенку на иврите или там на армянском или на английском, которая у них будет в голове сидеть. То есть мы разбираем полностью песню, всю, и потом они ее как бы у себя в голове поют, и мозг привыкает, что он знает язык. Это такой еще один способ. У меня, кстати, знаешь, у меня было такое, я, когда в школе изучал физику, то у меня много через предмет сам шел. То есть я вот изучал этот какой-то, был весь погружен в этот предмет, и много неизвестных вообще слов встречал. Но не только физика там, и литература, и что-то еще. И вот через вот эту область я узнавал как раз-таки много нового. Именно через эту область. То есть когда тебя там захватывает какая-то одна область, то я думал, возможно, ты тоже знаешь, как может быть, как такой как бы как твой проводник просто берешь. Да. Ты, кстати, важную тему затронул, что когда изучаешь язык, начинаешь, лучше начинать изучать ту тему, которая тебе реально интересна. Это может быть дизайн, это может быть та же физика, это может быть математика, это может быть культура, политика. То есть обязательно с первых же слов языка старайся набирать слова, которые тебе прям вот до мурашек интересны. У каждого из нас есть такие интересные. Кто-то кофе любит, кто-то чай, кто-то цветы любит, кто-то путешествия любит. И второй момент, что язык нужно изучать в рамках его сферы применения. То есть, например, когда мы про арабский язык слышим, мы, наверное, представляем там верблюдов, пустыню, кофе, да, что-нибудь такое. То есть не медицинские какие-то открытия, или там, не знаю, не Эйфелеву башню. То есть как бы не нужно на немецком изучать про пустыню тексты, и не нужно на арабском изучать тексты про науку. То есть на арабском надо сначала читать про пустыню и про бедуинов, а на немецком надо читать про науку. А, например, там на французском надо читать про любовь. Ну, то есть у каждого языка свой, понял, да, своя энергетика. Да. На итальянском тоже, наверное, классно, нет, про любовь? На итальянском про любовь, да, там про еду на итальянском, не знаю, про кухню, про спагетти, там. На испанском про море, про солнце, там. Ну, то есть у каждого языка есть свой какой-то, как бы, свои какие-то фишки, которые нам всем знакомы. Да, интересно. Кстати, я подумал, вот знаешь, если, может, собеседника нет, то, возможно, можно писать, пробовать на языке. Да, обязательно, да, плюс. Но это все надо вместе делать одновременно для максимального эффекта. И писать, и говорить, и делать, и слушать. Вообще все надо делать. Ну, для максимального эффекта. Вот, кстати, знаешь, здорово. Я когда... Ну, я сейчас, как бы, в процессе, как бы, всю жизнь учишься. Но вот когда только, как бы, начинал, я постоянно спрашивал у ребят-израильтян какое-то слово. Вот я встречал, и у них постоянно спрашивают, а что это значит, а что это значит, а что это значит. Значит, и они мне прямо всегда вот так, такие добрые, они мне, как бы, рассказывали, как бы, они мне прямо объясняли, как, ну, как маленькому ребенку. Как использовали, да. Да, и как бы, и мне было вообще здорово. Ты вот опять затронул очень важную тему, вот так у тебя удачно получается, вот тоже есть такой метод маленького ребенка. То есть ты приехал в страну, ты должен читать все вывески вслух. Спрашивать людей, чтобы они как маленькому объяснили, а как применять, а что это значит, а почему именно так. Это один из способов тоже. То есть ты играешь роль маленького ребенка, который читает все вывески, которые видит. Мы же как, мы же детьми, мы, когда на русском научились читать, мы тоже читали все вывески. Все заголовки читали вслух, правильно? Точно так же и на странном языке. Вот. Еще один метод такой экстремальный, который тоже я студентам даю. В уме переводить все. Вот ты по квартире ходишь, переведи в уме все, что видишь вокруг. Окна, подоконники, холодильники, ручки дверные, цветы, стебли, листья. Все это ты должен уметь сказать на странном языке. То есть ты сам себе как бы устраиваешь такой тест. Вот. И это приводит к тому, что потом начинаешь думать на этом языке. То есть ты... Я вот себя поймал на мысли лет пять назад впервые это произошло. Я смотрел ролик, по-моему, на английском. А потом стал его вспоминать и понял, что я вспоминаю его на русском. Но я смотрел его не на русском. И я понял, что как бы стерлась эта разница. Это очень приятный момент. Стирается разница, какой язык. Или с ивритом. То есть я прослушал конференцию на иврите. И потом я вспоминаю ее на русском. Это значит, что у меня мозг сам где-то там перевел. И у меня уже есть информация. То есть я уже не думал, как с иврита перевести. А у меня просто есть информация. То есть это в какой-то момент стирается грань между иностранностью и языка. И ты уже на нем думаешь, как на родном. Это очень приятный момент. А вот такой вопрос. Изучение языка со своего родного напротив изучения языка на как бы иностранного языка на самом иностранном языке. То есть с самого начала на иностранном языке. Как что-то интересное твое мнение. Это как раз метод Берлица, который где я работал в Израиле в школе. То есть изучение языка на как бы... Да. По скопному этому языку. Да, допустим, у меня была группа эфиопов, которые изучали английский. С первого урока мне сказали, у нас в школе ни слова на иврите. Сделай вид, что иврит не знаешь. А я его тогда реально особо не знал. Сделай вид, что не знаешь иврит. Ничего не знаешь, только ты носитель английского. Или там у меня был студент русского языка. То есть он русский изучил. Или группа с турецким была в Израиле. С первого урока мы общались только на турецком. Вот как обезьяны. Знаешь другу показывали, что-то там танцевали, там бубном танцевали. Ну, чтобы человек понял. Мне дали такую книжку с картинками. Говорили, если они не понимают, покажи картинку. Если ты скажешь слово дерево на турецком, просто скажешь слово дерево на турецком, там ач, но они не поймут. Покажи картинку, что это именно дерево. Во-первых, это у них отрубает чит, что они могут спросить. То есть, когда ты человеку перевел, хоть раз перевел на свой язык, у него включается режим халявы. Но если что, он переведет. Если что, он объяснит. Нужно не давать людям вот этот чит. Они должны понимать, что у них нет выбора. Как бы только турецкий язык, только английский язык, только испанский язык. Поэтому ты прав изучать язык на самом этом языке. Это прекрасный способ. Но не с детьми. То есть, с детьми это не прокатит. То есть, когда ребенку лет 7-10, когда ребенку лет 7-10, ему нужно все-таки объяснять через родной язык, ему это не помешает. А вот со взрослыми лучше... Хотя, опять же, зависит от того, какой взрослый. То есть, разного типа есть люди. Есть люди, которые сразу шугаются. Типа, что такое? Им надо немножко, чтобы они как бы не боялись, чуть-чуть давать своего языка тоже. В общем, тут надо опять же быть гибким и смотреть, как человеку комфортно. У нас, кстати, знаешь, в школе было интересно. У нас вот первый год в школе, я в Израильске приехал, мы только иврит изучали. И наши преподаватели, как бы у нас было несколько. И одна из преподавателей, она была вообще... У нее... Она преподаватель театра. Это ее основное, как бы... Лена. Да, дело. Но вот нам мы как бы ее поставили как учительница языка. Мне показалось, я когда это вспомнил, блин, как это тоже здорово, да, на самом деле. Потому что она... Они... Вот у нее есть этот талант, да, театра, и она может ярко, театрально как-то... Это очень круто. ...показывать в самом языке. Это супер круто. Вообще круто на самом деле. И как бы, может, если вообще такого подхода больше бы использовали в мире, знаешь, что, допустим, то, что оказывается театр, можно связать с такой областью, как изучение языка. Да. Мне кажется, это вообще круто. Какие-то новые такие... Сто процентов, да. Когда учитель артикулирует вот так артистично, громко разговаривает, поет, это привлекает внимание и желание вылечивает изучение. Сто процентов. Вот я вспоминаю, у меня просто улыбка на лице. Как это классно было. Ну да. Это, кстати, тоже с детьми так же дело, да? С детишками, когда занимаются, с ними тоже как будто играют. Вот так же с огромными. Понял. Знаешь, возможно, и важно, чтобы тоже был какой-то учитель или проводник, я не знаю, да? То есть, ну, учитель, да? Кто-то, кто тебя будет вести. Ну вот, есть, я говорю, опять же, все зависит от характера. Есть люди, которые единицы в мире, которые могут сами. Сами взять и начать изучать. Причем нормально. Есть те, кому нужно раз в неделю. Вот у меня есть такие. Они изучают сами, но раз в неделю мы занимаемся, чтобы немножко подкорректировать, подсказать какие-то моменты. Это, по-моему, очень хороший вариант для тех, кто умеет сам изучать. Но все-таки язык новый, незнакомый, и раз в неделю можно встретиться, чтобы как бы обсудить какие-то непонятные моменты. Они у всех будут по-любому. А ты искал себя когда-нибудь учителя вне университета? Вот когда уже в твоей как бы... Вот я впервые в этом году учителя по-арабскому из Йемена нашел онлайн. Летом. Ну, собственно, у меня была цель взять с ним. Мы с ним занимались всего месяц. Почему? Я хотел, чтобы он мне за месяц дал основу логики языка, грамматику. Я ее получил. Чтобы изучить грамматику языка, достаточно недели примерно, на самом деле. Вот. А дальше сам. То есть дальше, когда у тебя есть грамматика, ты просто набираешь слова. Прилагательные глаголы. То есть он дал как глагол испрягать. Он дал как бы с логику языка саму, да, какой параллельный слов. Ну и все. А дальше ты сам. Дальше, в принципе, если ты можешь сам, лучше можешь сам. Потому что у тебя схема уже есть. И ты в нее как формулу подставляешь. Х, Y, Z и так далее. Ну, тем не менее, учитель все равно. То есть важен. Если ты с нуля изучаешь новый язык, я думаю, да, хотя бы на какое-то время. Потому что он носитель, причем желательно, да. Вот этот араб, он носитель языка. Он, правда, русский знает свободно. Он там в Волгограде учит. Вот. Да. Ну, ну. Вот. Он... У меня такая была цель. Мне просто... Как бы он начинал очень медленно мне все это рассказывать. Мне всегда это было трудно. Я люблю быстро учиться, как бы. Ну, потому что я сам преподаю. И я помню, что мне бы не хватило терпения с ним заниматься или с кем-то еще. Я ему сразу сказал, что мне нужна такой-то срок, такая-то схема. Вот. Потом мы с ним просто болтали на арабском. А потом мы уже вот с ними занимаемся. Так просто переписываемся иногда. Ну, я думаю о двух вариантах развития события. Либо я, когда приезжаю в страну, в новую, то там есть уже какой-то курс, да, упорядоченный, который, как бы, я это в курсе пройду, и там будет учителя. Либо, возможно, такое, как бы, будет, что я не найду там курс, не будет такого курса, как бы. Либо не найду что-то подходящее для себя. Тогда, наверное, да, вот в такой ситуации мне придется, нужно будет учителя искать. И такой вопрос тебе. А как найти себя учителя? И понять, что вообще, как бы, что тебе это подходит, что хороший учитель? Это глубоко индивидуально все. То есть бывает, что учитель хороший, но вот с каким-то человеком они вообще не очень складываются. А с каким-то складываются. Как правило, конечно, хороший учитель обычно нравится всем. Ну, или почти всем. Не бывает, что нравится всем людям, просто на этой планете как бы так не бывает. А в целом, насколько я понимаю, что учитель хороший, очень хороший вопрос. Наверное, он, хороший учитель, он не свою методику тебе втыкает, как бы, насильно, а он тебя изучает в рамках, там, первых 15 минут урока, да? Как человек. Он должен быть психологом, очень хорошим учитель. И он потом преподает, зависит от твоего характера и предпочтений. То есть он кому-то дает больше аудио, кому-то больше писать. Он обязательно учитывает твои интересы. То есть тебе интересно экономику? Он будет стараться тебе по экономике с тобой общаться, а не на тему цветов, которые он сам любит, например. То есть он всегда, каждому ученику находит свой подход и свой ритм какой-то находит для ученика. Они, ну, это у новичков так бывает, новички, они часто, как бы, разработали какую-то свою схему и везде ее применяют. Ну, как я говорил, тут должна быть гибкость. И это проблема школ, да? В школе 30 человек. Не могут 30 человек учить язык одинаково. Даже 10 не могут, даже 5 не могут. Это проблема у альпанов тоже, да? Каждый человек учит свою скорость, своим ритмом, своими пожеланиями такими-то. Поэтому нужно... Я работал в Альпане в Израиле. У нас там было 8 человек группой, и там, как бы, тоже надо было стараться к каждому найти подход. То есть была общая схема, но и каждому тоже успеть с кем-то помедленнее, с кем-то побыстрее, чтобы как-то вот... Это уже искусство вести группу. Это уже немножко другое. Да. Ну, это глубокая тема, на самом деле. Да, очень это психология. Ясно. Ну, вот ещё просто уточню. То есть, а может ли это быть... Это должен быть учитель, который... Допустим, может ли это быть просто учитель... Ну, давай, допустим, говорить про... Ну, про арабский какой-нибудь, да? Вот я хочу сейчас арабский выучить. Может ли это быть просто, это как бы учитель арабского, который... Он учитель арабского как бы в обычной школе, да? Ага. Он нет, он вообще не в школе, он просто частно преподает. Или как бы частный, да? Да. Не обязательно, чтобы он преподавал иностранным, иностранцам. Он может быть и просто учительным родного языка как бы в своей стране. А, я думал, ты спрашиваешь по-другому. Я думал, спрашиваешь, ты должен ли быть человек вообще учителем. То есть, ты можешь найти американцы, которые... Нет, но... Кстати, я подумал сейчас, может это быть, в принципе, и студент какой-то, да? Может, студенты зачастую гораздо лучше, на самом деле. Потому что... На одной волне и... По трем причинам тогда. Первая причина на одной волне, вторая причина, он дешевле в пять раз. И в-третьих, студент сам только... Он сам варится в этом обучении. Ему самого только что научили. И он может хорошо преподать. То есть, он сам сейчас учится, как бы, да? И он весь в процессе учебы. То есть, он как бы может еще лучше преподать зачастую. Вот. Интересно. Ну, а вот как бы про учителя то, что мы говорили. То есть, он может быть учителем просто как бы... Обычным учителем арабского, то есть... Ну, да. Если он учитель... Не только для иностранцев, в смысле, я имею в виду. Ну, да, конечно. Если он учитель, то он учитель как бы для всех, как и русского. То есть, я же тоже могу русский преподавать с отечественником, потому что... Но учитель, он и есть учитель. Он должен уметь преподать все. Свои предметы, я имею в виду. Вот. С арабским сложный с тем, потому что там арабские же три штуки. Арабский просторечный, арабский уровень телевидения, арабский уровень Корана, да? И проблема в том, что все спорят, какой арабский учить до сих пор, потому что арабский Коран это как бы высший уровень, на нем никто не говорит. Арабский среднего уровня это телевидение, газеты, но на нем не говорят на улицах. В Израиле никто не говорит на среднем арабском, все говорят на обычном арабском. А если выучишь обычный арабский, ты не сможешь понимать телевидение. То есть, как бы вообще сложно. А вот этот учитель, который я нашел, он знает все три арабских. То есть, он прям крутой. Ясненько. Ты учитель? Да. Ну, переводчик. Да. Неожиданно, переводчик тоже. А ты какие преподаешь? Ты все языки, которые ты мне говорил, 8 преподаешь? Нет, вот 5. 5. То есть, без немецкого, без французского, просто я пробую. Ну, как бы я начальный уровень французского, я решил, что лучше... Какие хорошие преподаешь? Ну, английский, испанский, турецкий, армянский, еврейский. 5. Круто. Как объяснить что-то медведю? Медведю? Да. Ну, если он даст пару минут, как бы на объяснение, они сразу заночат. Я бы какую-нибудь песню включил, мы бы с ним послушали, посидели. Какую-нибудь такую арабскую песню. Арабскую песню? Ну, потому что все мотивы там, я не знаю, необычные для него, наверное, задумаются. Мне понравилось. Блин, классная идея. Елена, с собой брать армянский дудук, знаешь, как змеем играешь, они сразу успокаиваются. Так же медведь. Слушай, ну, у меня следующий вопрос был, как заинтересовать ученика, но тут, я не знаю, мне уже интересно. Я уже хочу быть медведем. То есть ученик-медведь, да, в данном случае? Нет, но... Я уже говорил об этом в начале, то есть ученик должен интересоваться сам. То есть это не как девушка, которую ты там хочешь интересовать, как бы и ждешь. А она, как бы ученик, ну, хотя с девушками тоже лучше ждать, пока она сама заинтересуется, так будет быстрее. То есть ученик, он... Ты видишь его интерес, который уже есть, и тебе уже с ним проще работать. Ты как бы из-за него, как из глины, лепишь как бы какой-то материал. То есть ты видишь, что его интерес есть. То есть тут проблемы школьников, в которых... В котором родители узнали, что у них через полгода экзамен, и ищут срочно репетитора, и говорят, типа, у вас полгода научите этого парня языку, которому он вообще не нужен, который он не понимает и не хочет понимать. Вот это проблема, да, в школах. А в целом, когда есть интерес у человека, как бы тебе не нужно... Ну, нужно поддерживать этот интерес. То есть как раз, как я говорил, песнями, видео, статьями про хобби этого ученика, общением, да. Ну, чтобы... Я бы сказал, я в обучении стараюсь... Ну, во-первых, для меня все ученики это не просто ученики, для меня это довольно близкие для меня люди, на самом деле все, потому что мы давно знакомы, мы общаемся на самые разные темы, мы знаем про жизнь друг друга, знаешь, какие-то вещи. То есть мы уже близки, и мы общаемся просто на иностранном языке, изучаем, но мы это делаем не как учитель, да, вот тогда не ученику, а мы как бы, можно сказать, как друзья, наверное, постигаем другой язык. То есть через него что-то друг о друге узнаем. То есть это тоже один из таких моментов. Очень здорово. А как подготовиться к занятиям учителю? Учителю... Ну, во-первых, не все готовятся, то есть, как правило, не как правило, а, наверное, 50 на 50. У каких-то учителей... Я лучше по-другому отвечу. Я недавно был на... Снимали фильм про Арно Бабаджаняна, у него скоро юбилей будет в январе, вот сколько там лет. Великого композитора, да, советского, вот этого Бабаджаняна. И там был актер. Он из Таджикистана, мальчик. Приехал в РДН учиться в Москву, и он актер. И он сказал такую вещь. Он привел, например, Ди Каприо и какого-то еще актера американского, не Тома Хэнкса, может быть, его... Он сказал, что есть два типа актеров. Актеры типа талантливые и актеры трудяги. И он сказал, что вот Ди Каприо, он сказал, что никогда не готовится к роли. То есть он настолько любит свое дело, что он каждую роль исполняет великолепно, не готовясь к ней. То есть у него встроенный какой-то есть актерский режим какой-то вот. Он, не знаю, вот Ди Каприо пришел на съемки, и снимается гениально. Но он не готовился. И кого-то он привел второго в пример, не знаю точно кого, какого-то тоже очень хорошего актера. Но про него известно, что он готовится днями и ночами каждой роли. И он тоже исполняет прекрасно. Вот. И он сказал, что это так легко отличить, насколько это твое дело. Если тебе в кайф даже некработливо готовить днями и ночами что-то делать, выполнять, у тебя это получается хорошо, значит у тебя есть талант к этому делу. А если человек днями и ночами пытается, но выходит как-то не очень, значит это не его дело. Так вот, так же с преподаванием языков. Я стараюсь... Во-первых, у меня уже большой опыт многолетний, я в принципе уже все эти схемы мне хорошо знаком, и люди, хотя психология бесконечная тема, но люди все-таки примерно в чем-то похожи между собой, да? Ну, по психологии, по психотипу какому-то. То есть уже можно как-то по опыту подбирать, в принципе, с первых пяти минут, когда я слушаю человека, нового ученика, я уже понимаю, какой у нас с ним будет план, материалы у меня уже все готовые есть, как правило, плюс я в процессе сам постоянно что-то читаю, изучаю и делюсь с этим с учениками. Поэтому я бы не назвал это подготовкой к занятиям, я бы назвал это каким-то уже имеющимся у меня видением урока на основе моего опыта, я бы так сказал. Ясно. Интересно. И, ну, во мне это резонирует, на самом деле, потому что когда это что-то вот живой интерес к чему-то, то это на самом деле так как бы частью тебя становится, да, и это так из тебя легко исходит. Ну, то есть, эта поговорка «Через тернии к звездам», вот этот советский фильм популярный есть, да, с этим названием, это как бы, мне кажется, не совсем правильный путь. Я не считаю, что ты должен сквозь грязь, сквозь преграды к чему-то идти. Если тебе это трудно, возможно, ты неправильно что-то делаешь просто. Учить язык должно быть легко, на самом деле легко. Без каких-то лишних вот этих вот подводных камней, на самом деле. Должен быть в кайф, это очень важно. И такой вопрос, вот сегодня мы уже, по сути, с развитием технологий так все развилось, то, что мы можем сейчас обучаться вот и через видео, и можем интернетом пользоваться для совершенно разного, для получения любой информации, да, все, что мне интересно, могу спросить, могу узнать, могу и фильм посмотреть на языке, который я учу, и музыку послушать, и все, что угодно. У меня такой вопрос. Как ты видишь обучение языку в будущем? Или как тебе хотелось бы видеть? Я надеюсь, что ничего особо не поменяется, в том плане, что люди будут изучать язык как очно, так и дистанционно. Просто сейчас в том году интересный был момент, конечно, большинство учеников учились очно, лицом к лицу. А карантин показал, что когда в Москве был карантин весной, в принципе с тех пор не было карантин, слава богу, или слава мэру, там, не знаю кому. В общем, люди поняли, что у них выбора особо нет, хочешь учиться, переходи на дистанционку, да? То есть люди мне оставили выборы. И тут открылась такая вещь, что у детей повысилась успеваемость почему-то. Дети стали больше отдыхать, больше понимать, лучше говорить, лучше спать, лучше есть. Короче, кайф. То есть реально оценки, я не знаю, когда дети ушли из школы, оценки у всех улучшились. Когда дети вернулись в школу, оценки у всех ухудшились. Вот, ну, что хочешь делать с этим, но это факт, просто факт. У всех до одного. Вот. Во-первых, дети стали, правда, высыпаться больше, понимать. Потом дома ты понимаешь, какие у тебя интересы есть, в школе тебя заставляют учить. Дома ты сам решаешь, включил камеру, учишь, выключил, не учишь. Вот. И это открыло нам новые какие-то идеи, очень много идей учителям, как можно оптимизировать процесс обучения дистанционный. Появились приложения со всякими досками электронными, там, где что-нибудь пишешь, рисуешь. Там демонстрации экрана все эти, как бы, даже пожилые учителя в школах, да, освоили все эти технические тонки. То есть мир так буквально за полгода поменялся, и люди теперь не боятся дистанционки. Раньше считалось, что это какая-то халява, что это не работает. Теперь наоборот, большинство людей хотят учиться по интернету. То есть тоже факт. Большинство хотят учиться в интернете. Потому что есть свои плюсы у этого, есть свои минусы. Наверное, плюсов все-таки больше, я думаю, по дистанционке. Не знаю. Здорово. Ну, не знаю, мне кажется, уже много достаточно обсудили. Ну да, огромный круг тем. Да. Может, хочешь что-то добавить? Какая-то тема, которая тебе, кажется, важная, мы не затронули. Я очень рад, что была такая возможность пообщаться на тему, мою любимую тему языков. Добавить хотел две вещи. Первая вещь, когда я рассказывал про дедушку вначале, он знал у меня семь языков. То есть момент генетики, наверное, есть. Это не берется просто так. Прадедушка тоже знал там четыре или пять языков. Это первый момент. Второй момент, то, что запомнить, что учить язык нужно в кайф, да, удовольствие – это главный критерий изучения языка. Нужно себя окружать полностью языком, музыкой, фильмами, листочками, постерами, книгами, просто окружить себя. Если у вас нет возможности пожить в чужой стране два-три месяца, да, создайте себе эту страну у себя дома или в наушниках. То есть сымитируйте, как бы. Если есть возможность, конечно, лучше ничего не придумали, хотя бы три недели или месяца пожить в другой стране, побыть. Вот. Но и не забывать, что язык – это не только слова и предложения, и алфавит, язык – это способ мышления и выражения целых народов, целых культур. Постигая язык, вы обязаны, я считаю, постигать культуру этого народа, их какие-то поверья, их религию, их философию. Тогда вам язык будет учить еще проще. Вот такие дела. Спасибо большое. У нас прямо на душе какое-то вдохновение такое. У нас с тобой всегда так после общения в частности. Да, точно. Так что здорово. Лавненько. Ну, типа, все на этом тогда? Супер. Очень рад. Благодарю за это возможность. Да, и тебе спасибо большое.